Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и мы продолжаем разговор о реактивном движении. Многие наши зрители, посмотрев ролик задачи о вытекающей цистерне, потребовали от нас реальных экспериментов, которые подтверждали бы наши рассуждения. Но на этом пути нас ждут большие трудности. Если мы рассматриваем цистерну, стоящую на рельсах, то на нее всегда действуют неустранимые силы трения, которые слишком велики, чтобы обнаружился интересующий нас эффект. А если мы установим цистерну на плотик, который плавает в сосуде с водой, то мы конечно очень сильно уменьшим силы трения, но тогда нам будет очень трудно добиться того, чтобы плотик был исходно неподвижен, неподвижно держался на воде. И поэтому мы решили пойти другим путем и скрестить, так сказать, ужас ежом. А именно нашу воображаемую идеальную цистерну и вполне реальное водяное колесо маха, о котором у нас уже был ролик. И мы собрали вот такую установку. Здесь цистерна заменена вот этой банкой, которая висит на нитке. Нитке мы предварительно дали отвисеться, чтобы она не закручивала банку своей упругостью. Из банки выведена трубка, которая делает полный оборот по дну банки. А дальше эта трубка опускается вертикально вниз. И для того, чтобы провести эксперимент, я залью воду. Но поскольку в банке сейчас возникли потоки воды, надо дать воде отстояться, чтобы банка не крутилась под действием движения воды. И мы ожидаем, что как в нашем воображаемом опыте с цистерной, при таком расположении колен трубки банка будет вращаться так, что сначала красные вертикальные полоски будут двигаться вправо. Затем банка некоторое время будет вращаться по инерции. А в конце, когда вода почти вся вытечет, банка начнет вращаться в противоположную сторону. Так что полоски будут двигаться уже влево. Ну и я вытаскиваю пробку. И вот трубка заполняется водой. И действительно банка начала вращаться вправо. Вода постепенно вытекает. Масса банки уменьшается. Вот вода почти вся вытекла. И мы видим, что после остановки банка начала вращаться влево. В полном соответствии с предсказаниями нашей теории. И вот мы достигли полного согласия предсказаний теории, результатов эксперимента и результатов компьютерного моделирования. Ну и в этом смысле мы можем сказать, что мы полностью понимаем все, что происходит в этом опыте. Мы решили задачу. И можем объяснять всякие аналогичные явления. И поэтому все, что нам остается, это перейти к заключительному вопросу. И он будет звучать так. Почему же, в отличие от колеса маха, который останавливается, когда вся вода из него вытекает, наша цистерна продолжает и продолжает вращаться? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Пишите в комментариях к этому ролику.